Всем привет! Меня зовут Алина, вы на канале Читать нельзя сжигать, и сегодня мы с вами поговорим о прочитанном, причем довольно много книг в сегодняшнем ролике будет таких остреньких, остросюжетные триллеры, остросоциальные драмы, так что выпуск должен быть очень интересным, к всему прочему эти книги еще и классные. Давайте приступать! Первая из таких книг это Толпа от Эмили Эдвардс, книга, от которой я не ждала ничего особенного, скажу честно, но все-таки аннотация меня сильно привлекла. В итоге книга оказалась действительно классной, и я ее многим советую, особенно тем, кто любит остросоциальные драмы, что-то вроде Большой Маленькой Лжи или Добрых Соседей. Кстати, о Большой Маленькой Лжи я рассказывала буквально в предыдущем ролике на канале, не пропустите, там тоже есть несколько таких интересных остреньких книжек. Ладно, вернемся к этой Толпа от Эмили Эдвардс. Это история о прививках и об антипрививочниках в том числе. Это история двух подруг, Элизабет и Брайани, которые знакомы уже очень много лет, давние подруги. Семья Элизабет имеет средний достаток, но они такие очень правильные, очень ответственные люди, которые вдомчиво относятся к любому вопросу, в том числе, естественно, и к вопросу прививок для своей дочери. Семья Брайани совсем другая. Они действительно очень обеспеченные ребята, муж у нее отлично зарабатывает, но при этом у них такая жизнь с налетом небольшой ответственности ко всему происходящему, даже с налетом какого-то хиппи отношения к жизни, я бы сказала. Семьи действительно очень сильно отличаются друг от друга, как своим статусом, так и отношением к жизни. Но при этом подруге действительно не разлей вода, но между ними встает разлад, а именно отношение к прививкам. Элизабет с ее упорядочностью, с ее очень взрослым, правильным, вдумчивым отношением, конечно же, строго убеждена, что прививки необходимы. Но при этом у ее собственной дочки от прививок медотвод из-за судорог, которые случались с ней в раннем детском возрасте. Понимая, насколько прививки важны для ребенка, но не имея возможности поставить прививку своей собственной дочери, Элизабет все время находится в таком нервном напряжении. Конечно же, она настороженно относится ко всем тем людям в их окружении, которые не ставят прививки своим детям. И вот незадолго до дня рождения своей дочери Элизабет рассылает родителям письма, в которых просят явиться на этот день рождения только тех детей, у которых прививки стоят. Вот настолько сильно она заморочена этой проблемой. У Брайани же с прививками своя собственная семейная история. Сейчас не буду вдаваться в подробности, чтобы вам было интереснее читать. В общем, у Брайани есть причина недоверчиво относиться к прививкам. И в какой-то момент, конечно же, случается трагедия, и эта трагедия доходит до суда. Причем значительная часть этой книги – это именно судебное разбирательство. В том числе здесь есть такие, скажем, свидетельские показания людей, которые просто подошли к суду, наблюдают за этим очень резонансным делом, которое действительно может сильно повлиять на дальнейшие законы о прививках в стране. И вот автор дает голос то одному человеку из толпы, то другому, то антипрививочник выскажется гневно, то столь же гневно высказывается человек, который не понимает, как можно не защитить собственного ребенка. И напряжение все нарастает, как между людьми в толпе, так и между людьми в зале заседания, так и, конечно, между главными героями, между подругами, которые теперь оказались по разные стороны баррикад. Книга поднимает на примере коллективного иммунитета очень интересный вопрос. Где заканчивается твоя свобода, где начинается твоя ответственность за безопасность других людей? Насколько решение, принятое одним конкретным человеком, может быть из-за недостаточной образованности? Может быть и вовсе это решение принято, не задумываясь как-то наобум? Насколько множество таких неверно принятых решений могут сказаться на общем благополучии общества? Но при этом, насколько можно доверить принятие таких решений государству? Насколько государство будет беспристрастно оценивать риски в каждом конкретном случае? Насколько государство будет заботиться о каждом конкретном человеке, а не об общей статистике? В общем, действительно интересная тема. Тема рассматривается с разных сторон. Голос, повторюсь, дается самым разным людям с разными мнениями по вопросу. Также книга поднимает и несколько других важных социальных тем, но уже ближе к концу, так что это будет спойлером. Но скажу так, здесь будут еще некоторые сюрпризы, будут сюжетные твисты. В общем, будет чему удивиться и порадоваться. Так что однозначно обратите внимание, толпа от Эмили Эдвардс. Отличный роман. Друзья, продолжаю рассказывать вам про восхитительные аромабоксы с сайта Rendezvous. В данном случае у меня монобрендовый аромабокс Killian, как здесь написано унисекс. Здесь есть ароматы и даже больше, наверное, подходящие для мужчин. Очень интересная подборка ароматов. Первый аромат, который мне так сильно полюбился, это Moonlight in Heaven. Этот аромат такой мягкий, округлый, как кокос. Он такой перчинистый, как розовый перец. И он определенно цитрусовый, свежий, бодрый, как грейпфрут, как лимон, как их цедра. Я обожаю, буду носить, буду точно брать себе от Ливантик побольше. Еще один аромат, который я полюбила не меньше, это Woman in Gold. Переводится как «Женщина в золоте». Насколько помню, этот аромат был посвящен одной из картин Климта. И здесь у нас такое невероятное сочетание розы и пачули. И, наконец, мой любимчик номер один. Остались от него рожки-то ножки, а точнее пустая бутылочка. Точно-точно буду брать себе от Ливант, потому что это прелесть, что такое. В нотах здесь миндальное молочко и ваниль, а также множество других ноток. Но для меня здесь на передний план выходит именно вот эта молочность аромата. Это аромат свежего молока. Это аромат макушки младенца. Это аромат теплого кошачьего пузика. Кстати, давно хотела вам показать, как выглядит от Ливантик. Вот здесь у меня 8 мл прекраснейшего базилика феллини. Название я только как люблю. От Вильгельм Парфюмери. Полноразмерная версия этого парфюма в 100 мл стоит около 20 000 рублей со всеми скидками. Около 10-11 будет стоить 50 мл. Но у меня здесь 8 мл. Это мне обошлось меньше, чем в 2000 рублей. И лично мне вот этого хватит на год, может на полтора и на два, учитывая, что у меня немало других ароматов. Мне больше просто и не нужно. Так что это возможность отлично сэкономить. Кроме того, очень удобный бутылечек, который можно брать с собой куда угодно. Что же касается самого аромата, для меня это про листья базилика, которые сорванные, полежали и уже немножко подвяли под раскаленным ярким южным солнцем. Эфирные масла начали выделяться вот в этот горячий воздух и также немного горькой травы. Кто-то скажет, что это пахнет пиццей, но лично для меня это любовная любовь, восхитительный аромат на жаркое лето. Люблю пахнуть базиликом. Друзья, если вы сегодня присмотрели какие-то ароматы или хотите сами исследовать какие-то другие аромабоксы на сайте рандеву, то, конечно же, пользуйтесь моим промокодом 10чнс. Он дает вам 10% дополнительную скидку. Она суммируется со всеми скидками и акциями на сайте, которых там всегда очень много. Кроме того, мой промокод бессрочный, он многоразовый, так что вы можете выписывать его для себя и использовать буквально каждый раз, когда делаете покупки на сайте рандеву. Потому что там вы можете найти не только парфюмерию, как полноразмерную, так и в различных отливантах. Там же вы найдете и косметику, декоративную, уходовую, огромнейший ассортимент, буквально все, что вам может понадобиться. Так что обязательно изучайте этот сайт, пользуйтесь моим промокодом. Прекраснейших вам покупок, а мы возвращаемся к книгам. Следующая книга это «Сломанные девочки» от Симоны Стэн Джеймс. Здесь у меня впечатления не настолько восторженные, но сильно ко мне не прислушивайтесь, потому что я знаю, что эта книга нравится многим. Здесь уже вопрос того, что вообще от книги ожидалось и какие жанры вам больше нравятся. Я шла в этот роман за детективом с значительной долей психологизма персонажей, опять же, и, наверное, с большим элементом драмы. Я думала, что это будет что-то вроде любимейших моих детективов от Танны Френч, где действительно личная драма героев выходит на первое место, а все остальное уже только двигает сюжет. Также я знала об этой книге, что здесь будет мистическая составляющая. Опять же, у Танны Френч в некоторых романах она есть, многие возмущаются, но мне у Танны Френч эта мистика совершенно никак не мешает. Я все равно оцениваю романы писательницы на 10 из 10. Так что меня наличие мистики никак не отпугнуло, но в конечном счете дело ведь в пропорциях, правда? У Танны Френч эта мистика это такая щепотка, наверное, поэтому многие читатели и возмущаются, что можно же было и без этого, зачем этот магический реализм вообще было добавлять. А мне как раз вкусно, мне как раз немножко поперчили. Здесь же мистика это изрядная доля повествования. События в этой книге происходят в двух временных линиях. Есть здесь условно наши дни, это 2014 год, и здесь журналистка Фиона Шеридан никак не может оставить в прошлом смерть своей сестры. 20 лет назад ее старшая сестра была убита и до сих пор нашу главную героиню терзают мысли о том, что возможно тот человек, которого судили и который сейчас сидит в тюрьме, не настоящий убийца, возможно убийца все еще на свободе, в общем это дело не дает ей покоя. 20 лет назад тело ее сестры было найдено во дворе закрытой школы для девочек, на тот момент школа уже не работала. А потом во время реставрации в этой школе находят еще одно тело девочки, причем очевидно оно здесь лежит уже очень-очень много десятилетий. И здесь события переносят нас в 1950 год, когда школа еще работала, и девочки, которые учились в ней, это были дети, от которых родители, ну в какой-то степени, скажем, отказались. Непослушные девочки, слишком умные девочки, дети, потерявшие свою семью, в том числе одна героиня прошла через концлагерь и в итоге оказалась вот в этой закрытой школе. Честно говоря, это не самое приятное заведение с не самыми приятными учителями, и девочки, которые здесь учатся, в основном эту жизнь школьную ненавидят. Но это, конечно, не может помешать им находить настоящих друзей, возможно, даже наоборот, такие не самые лучшие условия жизни подталкивают девочек к тому, чтобы сбиваться в стайке. И вот мы за такой стайкой будем наблюдать. Четыре девочки очень разные, у каждой из них за спиной своя судьба, своя драма, своя травма. Так что действительно, этот роман в большей степени драма, нежели детектив. Сама детективная разгадка мне не показалась настолько интересной, но здесь, опять же, мнения могут разойтись. Теперь к мистике. В этой школе еще в 1950 году явно присутствует призрак. Это сейчас никакой не спойлер. Возможно, первые 10-15-20 страниц вы еще будете как-то сомневаться, есть тут мистика или нет. Но довольно скоро станет совершенно очевидным, что либо тут все массово галлюцинируют, причем как в той временной ветке, так и в этой, либо все-таки призрак действительно есть. И он пугает всех очень по-разному. Он знает тайные секреты, он знает триггерящие моменты каждого из тех, кто здесь оказался. Этот призрак не просто появляется тут и там и задает вот эту готическую атмосферу в современных реалиях, он также в чем-то двигает сюжет, в чем-то помогает, в чем-то мешает главным героям, так что он здесь важен. Наверное, книга больше понравится тем, кто любит готические романы. Вот эти скрипящие двери, мерцающие лампочки, призрак, который появляется где-то вдалеке, потом исчезает, который что-то говорит у тебя в голове. Если вам такое нравится, обязательно обратите внимание, но, конечно, имейте в виду, что здесь также есть и детектив. Также, кстати, есть и любовная ветка, она не то чтобы здесь на переднем плане, но это довольно интересный случай отношений главной героини журналистки и ее молодого человека полицейского. То есть такой вариант Ромео и Джульетты, их родители, опять же, журналист и полицейский против этого союза. В общем, книга неплохая, действительно интересная, я на лайфлип поставила оценку 8 из 10, но все-таки не совсем мой жанр, и я, честно говоря, когда поняла, в каком именно соотношении ингредиенты были замешаны в этом котле, я немного разочаровалась. Мистики для меня здесь слишком много, но это, опять же, дело вкуса исключительно, если любите мистику больше, присмотритесь. Кроме того, книга отлично оформлена, вышла она в издательстве Синдбад, посмотрите, какой восхитительнейший цветной, узорчатый, можно сказать, срез, который повторяет вот элемент обложки. Очень красиво, на полках, конечно, такую иметь одно сплошное удовольствие. Следующая книга, это вот такой совсем небольшой роман Джона Максвелла Кудзея «Поляк». Я его прочитала уже давно, еще в феврале, все, вот руки не доходили вам рассказать об этой совсем небольшой книжечке. Ну, что сказать, я у Кудзея до этого читала два романа, это «Бесчестие» и «В ожидании варваров». Оба я их читала в один год, в 2023, оба они вошли в топ прочитанного за год. Это было очень мощно, это было просто замечательно и в чем-то даже шедеврально. Здесь, к сожалению, ничего такого не могу сказать, для меня эта книга абсолютно одноразовая и не впечатлила. Это история о любви, которая внезапно вспыхивает, когда человек уже откровенно не молод. Честно говоря, когда я читала эту книгу, мне постоянно на ум приходили мосты округа Мэдисон, причем не столько книга, сколько восхитительный фильм. На мой взгляд, это идеальный вариант воплощения сюжета, хотя, конечно, там персонажи все-таки были несколько моложе. Если вдруг вы не смотрели этот фильм, я вам его отчаяннейше рекомендую, просто один из моих самых любимейших в топ-10 у меня входит. Ладно, вернемся к этой книге «Поляк», которая, по сути, затрадивает ту же тему любви, которая пришла внезапно, когда у каждого уже своя собственная жизнь, и вроде бы до поры до времени в этой жизни все устраивало, но вот внезапно все поворачивается. Здесь, конечно, немного другие акценты. «Поляк» уже действительно, можно сказать, стар, ему 70 лет или около того, и его приглашают в Барселону из Польши, чтобы дать концерт, потому что у него какое-то необычайное прочтение классиков. Зовут его Витольта, фамилии у него так много буквы «Ч», что в итоге его за глаза называют просто «Поляк». Для выступления в Барселону его приглашает местный клуб любителей концертной музыки меломанов, и именно в этом сообществе состоит наша главная героиня Беатрис. У нее уже тоже жизнь сложилась, сложилась неплохо, она замужем за банкиром, они ведут состоятельную жизнь, у них двое детей, пусть их брак и не на 100% счастлив, но в целом она довольна тем, как обстоят дела у нее в жизни. И вот внезапно, как гром среди ястого неба, в ее жизни появляется Витольт, который, проведя с ней буквально один вечер, решает, уверяется в том, что он в нее абсолютно влюблен, и он не дает ей покоя, он донимает ее письмами, он приезжает к ней, он всячески рассказывает ей о своих чувствах, он предлагает ей сбежать вместе, при этом она, казалось бы, даже не испытывает ответных чувств к нему, но все-таки что-то все время заставляет ее встречаться с ним, отвечать ему на письма, в общем, не прерывать этот контакт на корню, и она и сама до конца не понимает, что именно с ней происходит. Вот такой короткий роман-зарисовка, здесь нет такого однозначного сюжета, здесь нет каких-то необычных поворотов, здесь нет, как мне кажется, особо драматичных сцен, которые больно уколят читателей, как это было, например, в тех же мостах у Курка Мэдисон. Книга в целом интересна, она достойна прочтения, но она не вызывает каких-то ярких эмоций или каких-то особо глубоких размышлений, во всяком случае, у меня. Возможно, мне она просто немного не по возрасту, но, возможно, глубину поднятой проблемы я пока не могу оценить до конца. Вот эта жизнь, которая вроде бы и сложилась, но не принесла настоящего женского счастья, и вот эта отчаянная попытка за что-то уцепиться. Возможно, мне эту книгу стоит перечитать лет 45-50, и, возможно, я взгляну на нее несколько иначе. Пока же для меня это такое довольно ровное произведение, но Худзея уже прописался в списке интереснейших для меня авторов, так что познакомиться с одним из его новых романов, конечно же, было любопытно. Следующая книга, о которой мы с вами поговорим, это «Тоннель Яны Вагнер». У меня бумажной версии пока нет, я слушала в аудиоверсии, но когда ко мне придет книга в бумаге, я обязательно самые интересные сцены перечитаю глазами. Пару слов про аудиоверсию. Она понравилась не всем, потому что там разноголосье, и даже несмотря на то, что чтецы все очень хорошие, талантливые и признанные, сами роли были распределены местами довольно странно, и местами не совсем понятно и логично, почему один голос меняет другой. Мне все это не помешало, мне аудиоверсия очень сильно понравилась. Это и восхитительные чтецы, это и очень классные звуковые эффекты, и шум стоящих в пробке машин, и кот, орущий на одной ноте. Все-все это очень здорово дополняет основной сюжет. И мне кажется, что в аудиоверсии книга выглядит даже более бодрой, более динамичной, именно за счет вот этих всех классных спецэффектов восприятия. Но я уверена, что мне и в тексте роман бы тоже очень сильно понравился. Давайте уже переходить непосредственно к нему и его сюжету. Наверняка вы уже очень много раз слышали аннотацию, но без этого никак. Жаркий летний поздний вечер в Москве в тоннеле под Москвой рекой стоит пробка из сотен и сотен машин. Со временем оказывается, что стоят они не просто так, что тоннель был перекрыт и на въезде, и на выезде, опустились в ворота, и теперь люди оказались вот в такой странной ловушке. Они стоят час за часом, появляются различные теории о том, почему и как такое могло произойти. В том числе довольно популярной становится теория о том, что за пределами тоннеля привычного мира уже и не осталось. Возможно, ядерное оружие, возможно, зомби-апокалипсис, что-то точно случилось, и люди внутри тоннеля, они не столько в ловушке, сколько они эвакуированы от остального более страшного теперь мира. Книгу открывают строчки из «Повелителя мух» Уильяма Голдинга, и, на мой взгляд, это совсем не просто так. Книгу уже многие окрестили «Повелителем мух» наших дней, и я, конечно, была среди них. Действительно, аналогия напрашивается. Здесь у нас тоже ситуация, когда общество оказалось изолировано от цивилизации со своими нормами поведения, со своими законами. Здесь совсем другие законы, уже правила толпы, правила того, что побеждает сильнейший, и то, что кто-то определенно захватит власть, но за эту власть еще придется побороться. И, конечно, все вот это первобытное, страшное, агрессивное из каждого человека начинает лезть наружу. И, знаете, даже самые нормальные, адекватные, пустыфистки настроенные, хорошие люди со светлыми помыслами все равно не могут в такой ситуации, давящей со всех сторон, полностью сохранить свое белое пальто или свою белую курточку из переработанных материалов, все равно приходится в какой-то степени запачкаться в борьбе за себя, свою жизнь и за благополучие своих близких. Вопрос только в том, что кто-то скидывает это белое пальто на бегу, не задумываясь, а кто-то все-таки держится за него всеми руками, стараясь не посадить больше одного совсем уж неизбежного пятнышка. Для меня это отличная книга, которая 100% попадет в топ прочитанного за год. Но я также знаю, что немало кто в ней разочаровался. Дело здесь, наверное, в том, что по аннотации, да и по другим работам Яны Вагнер тоже читатель ждет чего-то более остросюжетного, более наполненного динамикой и сюжетом. Даже сам жанр произведения на это намекает. Это у нас герметичный триллер, тоже, кстати, само по себе, как мне кажется, интересно. Но по факту мы имеем пробку из людей, то есть толпу людей очень разных, которые большую часть времени этого действительно толстенького романа будут просто ходить из угла в угол, скажем так. Ну, а точнее, они будут перемещаться из одного конца тоннеля в другой, на разведку, чтобы разузнать, а где теперь туалет, а как теперь добыть еду, а долго мы будем здесь стоять, а вдруг кто-то знает больше. И вот они ходят туда-сюда, сбиваются в какие-то стайки, у них происходят какие-то конфликты. Конфликтов здесь выше крыши, сейчас тоже о них поговорим. Но по факту вот именно ярких, каких-то сюжетных моментов, когда вы грызете ногти от напряжения, ну, такого практически в книге и нет. Две-три сцены на весь роман, да, они достаточно мощные, они впечатляют, но все-таки на общее количество страниц такие сцены как-то растворяются, в общем, посыли, отваримы дрожащие, или мы все-таки право имеем на то, чтобы раскулачить вот этот грузовик с едой, вот этот грузовик с водой, а что теперь делать? А вот условия такие непростые, да и людям, владельцам этих грузовиков потом же наверняка все возместят, в общем, право на то, чтобы взять все в свои руки и поделить в пользу большинства. Конечно, такое заточение в тоннеле приводит к большому количеству бытовых вопросов сначала, а потом и более сложных проблем. Если изначально это вопросы, а куда теперь ходить в туалет, чтобы никто не смотрел, то позже эти проблемы перерастают во что-то гораздо более важное для жизни, еда и вода, лекарства и некоторые другие моменты, которые будут уже спойлерами, но просто знайте, что там будет все усугубляться и здесь определенно будет где переживать за полюбившихся вам героев. Кстати, эта книга, на мой взгляд, не только о насилии, выходящем наружу, но также и о страстной воле к жизни, о невозможности опустить руки до самого последнего, до конца, о желании бороться за себя и своих близких. Особую остринку повествованию, конечно, добавляет разношерстность толпы, собравшейся вместе, у которых теперь один единственный общий интерес выжить. Здесь люди с очень разными взглядами на мир, политическими взглядами, какими-то просто бытовыми. Например, здесь есть такой типичный мужик, который все проблемы решает силой кулаками, а есть такой вот повзрослевший мальчик Ботан, который шел по пути науки, который ни с кем не конфликтовал, спокойный мужчина, интеллигентный. И, конечно, у них есть, что друг другу сказать, когда ситуация поджимает. Конечно же, здесь есть и вот это социальное расслоение детки богатых родителей, мажорчики, которые явно в этой жизни ни разу не работали, но при этом владеют всем миром. А с другой стороны, самый обычный народ, который каждый день вкалывает какие-нибудь условные работники магазина «Пятерочка». Одна из важных тем этой истории, которая линией проходит через весь роман, это ксенофобия. И здесь, конечно, в первую очередь самая настоящая ксенофобия к приезжим, к людям другой национальности. Здесь также ксенофобия не такая очевидная, как раз таки по социальному статусу, по взглядам на политику и на мир. Люди относятся друг к другу настороженно, с каким-то страхом, с недоверием. У каждого персонажа есть и свои другие личные проблемы, которые они принесли в этот туннель из мира снаружи. У кого-то это проблемы в семье, уже второй брак, за спиной другая жена и дочь от того первого брака, который теперь не хочет проводить с тобой время. У кого-то это просто неуверенность в себе, проблемы с самооценкой. И что делать, если именно такой скромный, тихий человек, такой маленький человек оказывается самым необходимым в этом туннеле единственным человеком с медицинским образованием. Ему приходится переступить через себя и свою неуверенность для того, чтобы элементарно спасать жизни. И вот таких маленьких историй различных людей в романе много. Книга, конечно, немало напоминает «Под куполом» Стивена Кинга. То же самое закрытое помещение, в котором люди начинают бороться за власть, и кто-то на нее претендует больше, а другой просто не хочет так просто эту власть отдавать. Конечно, здесь появляются люди с различными пороками, со своими проблемами. И так же, как и у Стивена Кинга часто бывает, вот в таких историях появляется и какой-то асоциальный элемент. В том же «Под куполом» это был очевидный маньяк. Здесь у нас преступник, которого перевозили двое полицейских, и он в самом начале истории умудряется сбежать. Вот теперь он на свободе, и автор ему даже, как мне кажется, несколько подыгрывает. Преступник здесь играет роль какой-то неожиданной опасности, неконтролируемой, непредсказуемой, потому что что у него в голове неясно. Но и помимо преступника здесь есть из-за чего возникнуть трагедии. Я уже упоминала борьбу за власть, и в тоннеле действительно оказываются представители правительства. Кто именно эти люди, мы так и не узнаем. Самого главного из них в романе называют первое лицо. И, кстати, если у вас есть предположение, если вы читали роман, кто же именно скрывается за первым лицом, то напишите в комментариях. Кто-то предполагает, что это президент, но мне кажется, что это совершенно не соответствует действительности по многим причинам. Тем не менее, это очевидно высоко стоящий в политической системе человек, и он в том числе гораздо лучше осведомлен о том, что происходит в этом тоннеле, нежели все остальные простые люди. И, конечно же, он будет пытаться навести здесь свои порядки, и в чем-то это даже хорошо, потому что анархия — это всегда неадекватно. Но, конечно, во всех этих порядках человек в первую очередь преследует свою собственную личную цель и свои взгляды на то, что здесь будет хорошо, а что не очень. И что мне кажется важно понимать про этот роман, то что это не то, чтобы очень реалистичный триллер. Здесь есть к чему прикопаться по многим пунктам. И я бы воспринимала эту книгу скорее как притчу в форме герметичного триллера, точно так же, как я воспринимаю и того же Повелителя Мух. Притчевость, какая-то тема и раскрутка этой темы здесь намного важнее, чем реалистичность каждого конкретного сюжетного поворота. Финал у этой истории, не вдаваясь в спойлеры, до безобразия символичен, до безобразия в каком-то смысле жесток. И я уверена, что он понравится далеко не многим. И вместе с тем он в какой-то степени очевиден, он предсказуем, он, казалось бы, удивляет, но ты тут же понимаешь, что это необходимая автору метафора, это необходимая автору совершенную мысль для того, чтобы напомнить своему читателю о самом главном. Опять же, не вдаваясь в спойлеры. Подводя итог по этому роману, он мне очень сильно понравился, и я однозначно когда-нибудь захочу его перечитать. Все больше убеждаюсь в том, что Ян Вагнер мой писатель, у меня остался непрочитанным ее роман, кто не спрятался, тоже обязательно прочитаю. Вам же я этот роман рекомендую, но не могу советовать всем и каждому, рекомендую с осторожностью. Два важных пункта. Во-первых, не ждать от этой книги очень острого и динамичного сюжета. Да, здесь есть крутые сцены, здесь определенно есть вот эта напряженность, но также здесь и много беготни туда-сюда и разговоров о вечном. И второй пункт, как мне кажется, даже более важный, обязательно нужно совпасть с автором в ее взглядах на мир, на происходящее в нем событие, и какая-то общая точка должна быть, точка отсчета, что такое хорошо, что такое плохо, что такое допустимо. Следующая книга это роман Шелли Ритт «Иди за рекой». И о ней, наверное, много говорить не буду, потому что книга мне не особо понравилась, но также я понимаю, что это исключительно вопрос не попадания в жанр, это просто не моя история, она не то чтобы плохая сама по себе, просто совсем не моя. Это история жизни одной женщины, начиная с ее юных лет, с ее первой влюбленности и с первой совершенной ошибки и заканчивая уже годами довольно-таки зрелыми, когда она оглядывается на свое прошлое и решает по возможности исправить некоторые ошибки, совершенные тогда. Начинается роман как история молодой девушки, юной девушки Виктории, которая живет на ферме, окруженная мужчинами. Это ее отец, ее брат и ее дядя, точнее, это муж ее сестры. Остальная женская часть этой семьи погибла в автомобильной катастрофе, и вот теперь девочка на себе несет весь быт, всю вот эту женскую участь, все на нее свалили, когда ей было это к лет 12. Жизнь у нее, мягко говоря, не сахар, но она особо не жалуется, разве что вспоминает маму и очень о ней тоскует. Их семья содержит персиковую ферму, они выращивают персики, и вот, кстати говоря, на мой взгляд, на мой субъективный вкус, именно сцены с персиками были самыми классными в этом романе, то, как осторожно, определенным образом нужно снимать эти персики с дерева. В общем-то, автор умеет какие-то сцены очень красиво и так натуралистично прописать. Однажды на улице этого небольшого городка наша главная героиня встречает парня-бродягу, причем он не просто бродяга, он однозначно объект ксенофобии местных жителей. Так что все от него отворачиваются, кто-то ему еще и что-нибудь неприятное в спину кричит, кто-то может и вовсе нарваться на драку. А вот Виктория, встретившись с ним взглядом и обменявшись парой улыбок, понимает, что пропало, что она сразу, буквально с первого взгляда в него влюблена. Человек он очень приятный, добрый, открыт этому миру. И вот ребята влюбляются друг в друга. Дальше мы видим, как проходит жизнь этой девушки, женщины, какие ошибки, какие сожаления были в этой жизни. Также метафорической линией здесь через весь роман проходит тема реки, реки, которая с одной стороны дает жизнь, с другой стороны, которая может принести и погибель. Здесь тоже не буду вдаваться в подробности, но действительно есть интересная тема в романе, тема затопления поселения. Конечно же, сразу у меня прошла аналогия с прощанием с матерой, но здесь совсем другие оттенки и краски в этом романе. Он далеко не такой гнетущий, несмотря на то, что главной героине приходится многое пережить. И, наверное, именно вот это делает для меня роман таким мелодраматичным, инсентиментальным. То, что я не прочувствовала драмы, я не прочувствовала этой боли, она все время оставалась где-то позади. И это была не настоящая драма на разрыв для меня, это была такая вот пожалейка, как бы это грубо сейчас не прозвучало. Поймите меня правильно, я ни в коем случае не требую от автора такой драмы-драм, такой вот настоящей слезливой мелодрамы в духе индийских сериалов, но мне кажется, что автор, прописывая такую историю, мог бы кольнуть читателей побольнее. Возможно, это исключительно дело какого-то непопадания в читателя, возможно, кто-то слезами умывается над этой историей, я же читала ее с абсолютным покерфейсом в основном. Подводя итог, я из этого романа для себя ничего не вынесла, не было здесь для меня никакого-то интересного посыла, какой-то очень важной идеи, которую хотелось бы смаковать и обдумывать, не было здесь лично для меня и интересной истории, ну, просто не отозвалось, так бывает. Также текст в основном не отзывался, кроме некоторых конкретных моментов, как вот те сцены с персиками. В общем, по факту история прочитана, хотя мне хотелось бросить ее уже на третье, потому что мне было элементарно скучно. Мне кажется, кто-то еще сравнивал ее с там, где раки поют, у меня вот первая ассоциация была именно такая, не потому что книги чем-то похожи по сюжету, по сути нет, сюжеты абсолютно разные, персонажи абсолютно разные, вот именно в сюжетном плане пересечений нет, но мне кажется, что это на ту же аудиторию, это вот такая мелодрама-драма, вроде бы и не совсем девчачья слезливая, сопливая мелодрама, нет, но вроде бы и не драма взрослая, по-настоящему цепляющая, пережевывающая, перемалывающая тебя как читатель, вот что-то такое средненькое, такое вот достаточно комфортное чтение при всех своих драматических моментах, как-то так, не мое, у меня пойдет вам холл, но никого от прочтения не отговариваю, думаю, что для своего читателя книга хороша. А вот следующая книга лично для меня как раз из разряда тех пережевывающих, перемалывающих, это часть картины Аси Володиной. Честно говоря, не дочитав ту книгу, когда я была где-то на середине, я все-таки не сдержалась, пошла, влепила десятку на лайфлип, ну вот делаю иногда, так бывает порыв, но все-таки, когда книгу дочитала, снизила оценку немножко с 10 до 9, были некоторые сомнительные моменты и некоторые сомнительные выводы или их отсутствие. Ладно, давайте по порядку. По сути, это школьный роман, школьная драма и при этом это очень остро актуальное произведение, затрагивающее все эти темы политические, социальные, которые сейчас у каждого на уме. Самое интересное, что книга была написана еще в 2020 году, то есть уже после пандемии, эта тема здесь тоже звучит, но все-таки до самых ярких событий последних лет. При этом есть ощущение, что книга написана буквально сегодня настолько остро она попадает в нерв. Главная героиня, молодая учительница, ей около 30 лет, она работает в обычной московской школе. Здесь все те же самые проблемы, проблемы различных поколений, отцов и детей, учителей и учеников. Ученики, эти юные создания, которые, конечно же, нуждаются в авторитете, но среди учителей им этот авторитет сложно найти. Но здесь на сцену выходит она, Софья Львовна, молодая женщина-учитель с героическим поступком в анамнезе. Она защитила девочку, школьницу, от нападавшего с топором мужчины. Возможно, это был теракт, возможно, это был просто какой-то сумасшедший. Так это, кстати, остается до конца неразгаданным, неразжеванным для читателя до конца романа. Средства массовой информации делают и Софьи Львовны настоящую героиню, делают ее таким героем нашего времени. Она повсюду, ее имя, ее лицо знают. И каково ей работать в той школе, где ее раньше никто и ни во что не ставил, а теперь она звезда первой величины. И теперь именно ради того, чтобы поговорить с ней, репортеры осаждают эту школу. Первая часть книги это как раз личная история Софьи, то, как она переживает все с ней произошедшее, то, как она пытается как-то носить эту совсем неподходящую ей маску героя, то, как она пытается привыкнуть к такому повышенному вниманию и то, как она при этом пытается остаться просто хорошим учителем, который всегда был больше за учеников, нежели за родителей или за педсостав школы. Роман начинается как очень бодрое, острое, злободневное социальное исследование школьной темы. Здесь и проблемы внутриучительской, здесь и проблемы между учителями и родителями, конечно, между родителями и детьми, учениками и учителями, все вот эти проблемы они обостряются в тот момент, когда в школе начинается травля. Но, кстати говоря, травля это не самая главная тема этой истории, она есть вначале, но потом о ней автор как будто бы и вовсе забывает. Чем дальше мы продвигаемся по роману, тем меньше внимания уделяется вот этому сложно сочиненному клубку разных социальных групп, и тем больше здесь становятся политики. Политики самой настоящей, неприкрытой. Здесь школа становится отображением общества, отображением страны в миниатюре, где есть свои революционеры, где есть своя власть, где есть своя несправедливость, где есть то, с чем хочется бороться, вот только не совсем понятно как. И, пожалуй, эта тема и становится основной в романе, как бороться, можно ли бороться, можно ли запачкать руки, и что будет, если мы все такие хорошие соберемся и убьем всех плохих, кем тогда мы такие хорошие станем в этот момент. Темы действительно злободневные и актуальные, и кроме того, мне кажется, вот эта узкая тема того, что допустимо в борьбе, она не так часто поднимается, и тема интересна. Но почему я все-таки снизила балл этой книги? Во-первых, чисто сюжетно некоторые вещи в конце, ну, очень мало вяжутся у меня с теми героями, которых автор прописывал на протяжении всего романа. То есть, элементарное Станиславское не верю. И здесь не так, как у Яны Вагнер, где какие-то маленькие моменты в духе роялей в кустах меня смущали. Здесь все-таки довольно основополагающие вещи. Ну и к тому же вот эти важные вопросы, не столько кто виноват, тут и так все ясно, сколько, что же с этим теперь делать. Вот на эти вопросы, мне кажется, у автора нет ответа, даже несмотря на то, что автор настаивает, цитирует классиков, несколько раз очень яркими и громкими монологами высказывает свою мысль. По большому счету, после всех этих данных автором ответов, вопрос, а что делать-то, он все равно остается. И от того есть ощущение фрустрации, есть ощущение неудовлетворения, незавершенности. И мне это не понравилось в книге определенно. Что еще важно сказать об этом романе, это то, что стилистически он, конечно, прекрасен. Если ставить оценку за стиль отдельную, то это 20 из 10, на мой взгляд. В этом романе также есть тема театра, она здесь не самая последняя, опять же, проходит таким вот связующим звеном через всю книгу. Школьники ставят постановку, которая как-то, опять же, откликается с тем, что происходит в их мире. И кроме того, многие сцены этого романа написаны тоже в виде пьесы. Вначале у нас есть действующие лица, а потом разыгрывается вся вот эта трагедия или комедия. Книга, кстати, несмотря на мрачную тему и на сложные поднимаемые вопросы, и на большое количество драмы в ней, здесь и попытка суицида, здесь и школьная травля, здесь и террористические акты, здесь много всего. Несмотря на все это, здесь немало также и юмора. Я помню, как я читала эту книгу в парке на лавочке и местами просто не могла сдержаться, но хохотала в голос. Люди на меня, конечно, посматривали. Книга доставила мне свою долю удовольствия. К сожалению, в финале я немного в чем-то разочаровалась, но о прочтении, конечно, не жалею. И я однозначно буду дальше следить за творчеством Аси Володиной. У меня на очереди стоят цикады, новелизация сериала. Ну и дальше буду тоже тщательно следить, что она нам еще интересного напишет. Во всяком случае, вот эта тема школьного романа, она для меня очень притягательна. И я рада, что такие громкие, яркие, острые произведения именно по этой теме начали у нас тоже выходить. Кстати говоря, если сравнивать с недавно прочитанным «Кто-то плачет всю ночь за спиной» Ермолаева, то вот здесь тема школы действительно чувствуется. Да, здесь тоже в конечном счете самым важным становится не столько школа, сколько политика. Но если у Ермолаева можно было взять всю эту разухабистую компашку учителей, переместить их абсолютно в любые другие декорации, ничего бы не изменилось. Они могли бы работать на заводе, они могли бы работать в зоопарке. Перепиши пару сцен, пару конкретных деталей и оставь все как есть. Здесь же нет, здесь школа не вычленяемая, здесь много реальных проблем, реальных школ, которые присущи только школам. И здесь вот этот дух школьный он однозначно чувствуется. В общем, книгу рекомендую, но если вы у Аси Володиной ничего еще не читали, то, на мой взгляд, протагонист все-таки вещь посильнее. И последняя книга в этом видео это «Предание Олимпа» от Рэйчел Смайт. Как мне кажется, довольно неожиданно, даже при том, что я вам ее показывала и в покупках, и в планах на весну, все равно мне самой неожиданно видеть эту книгу среди остальных сегодня. Что могу сказать? Мне понравилось, но это однозначно guilty pleasure, это однозначно не «мне понравилось и вам понравится тоже, точно бегите, читайте», нет, это вот такое «мне понравилось», и я не уверена, что стоит об этом говорить. Ладно, я шучу, конечно, но суть в том, что это очень простая история, в чем-то даже примитивная, любовная история со всеми вот этими самыми шаблонными, самыми типичными вариантами развития сюжета. Это пересказанные на новый лад древнегреческие мифы, причем местами здесь время и пространство играют интересные шутки, я до конца даже не понимаю, как именно автор видит хронологию происходящего. У меня в руках первая книга, первый том, также у мифа вышел уже второй, на английском языке вышло уже семь или восемь, но на самом деле автором написано, нарисовано уже гораздо больше вот этого вептуна. Я прочитала первую книгу, которая у меня уже была в бумаге, ну а дальше еще три тома, вот таких же, я уже прочитала в электронке. И все это я сделала за два дня, и при этом я читала еще какие-то другие книги, я жила свою жизнь, потому что каждый этот том требует от вас, ну, полтора-два часа. Здесь действительно очень мало текста, вот посмотрите внимательно, какое количество здесь облачков с текстом, и какое количество слов внутри каждого. Одно, два, три слова. Герои этих современных мифов действительно очень лаконичны. Кроме того, у этого вептуна еще и очень минималистичная рисовка, где мы буквально быстро в лед считываем эмоции, видим все какие-то нюансы, интересности рисовки, и можем быстренько листать дальше. Здесь действительно не на чем останавливаться и разглядывать, ну, за исключением каких-то редких, особенно классных выражений лиц. Так что книга читается действительно в лед, а места занимает очень много, но это даже не единственная причина, почему я бы не советовала вам покупать именно бумажную версию. В первом томе не очень-то и хорошая бумага, да, она плотная, она не просвечивает, это неплохой офсет, но на нем печать выглядит достаточно бледно, не контрастно, как-то все теряется, и нет вот этого вау-эффекта. Я уже, полистав дальше электронку, сразу могу сказать, в электронке выглядит намного сочнее, намного ярче, намного привлекательнее. Кроме того, в электронке вы сами решаете, где, когда увеличить, какое лицо, рассмотреть нюансы рисовки, возможно. Здесь же что-то вам напечатали крупно, что-то вам напечатали очень мелко, и уже не вы будете решать, что и как вам разглядывать. Предельно честно, не вижу никакого смысла в покупке первого тома. Говорят, что во втором томе вроде бы бумага получше, возможно, там меловка, не знаю, возможно, там полиграфия лучше. Кстати говоря, да, ведь иногда и на оффсетной бумаге бывает очень классное качество печати. Я вам недавно показывала другие книги от Мифа, где печать была просто загляденье. Здесь же, ну, вот просто что-то пошло не так. Выглядит все это, честно говоря, так себе не впечатляет. В электронке она летит. Между делами тут кого-то жду, тут помешиваю еду на плите. Вот это для меня чуть ли не как аудиокнига. На ходу, в любой момент, открыла браузер, пролистала еще несколько глав, и спокойно дальше занимаюсь своими делами, потому что здесь нет каких-то, знаете, сложных моментов сюжета, здесь нет каких-то сложных диалогов и монологов, на которых нужно было бы сосредоточиться. Для меня лично предания Олимпа стали аналогом шортс на ютубе, которые тоже иногда листают нечего делать. Что же касается самой истории, то здесь все очень просто, частично построено на мифе, а частично построено на любой мелодраме, которую вы хоть когда-либо смотрели. На какой-то очередной тусовке, устроенной Зевсом, Персифона впервые выходит в люди. Здесь же ее видит Аид. Как мы с вами помним по древнегреческим мифам, Аид Персифону у Деметра похитил, заточил в своем подземном царстве, вот настолько был влюблен, крышу снесло. Здесь все несколько иначе, и Аид перед нами предстает не как негативный персонаж, скорее даже он один из самых приятных здесь ребят. И на его фоне и Зевс, и Аполлон, и Эрос, да и в общем-то все мужские персонажи выглядят не очень, у них у каждого свои тараканы. А Аид, он просто несчастен, несчастен в любви, несчастен по жизни, вот в общем-то и все его недостатки. Ну и плюс иногда несколько чрезмерная склонность к насилию, но впрочем, несмотря на это, Аид все равно рисуется здесь как положительный персонаж. Аид влюбляется в Персифону, это конечно канон, но и Персифона влюбляется в Аида также страстно, и вот это уже не совсем канон. Как я и сказала, не только древнегреческими мифами здесь все выстроено, но и мелодрамой совершенно абсолютно узнаваемой, потому что дальше наши главные герои, которые без ума друг от друга, которые, ну такие лапочки, заиньки, так приятно, когда они вместе, вот они начинают почему-то страдать фигней. Ну в общем, опять же, включите любую мелодраму, они хотят быть вместе, они безумно друг друга любят, но он что-то не так понял, а она что-то не так сделала, а еще тут есть какое-то препятствие, все это на самом деле такое незначительное, и в любой момент можно было бы все это отбросить, но нет, тогда не будет сюжета. Ну и в общем, вокруг этой мелодрамы все и строится, плюс огромное количество второстепенных персонажей. Интересно то, что частично здесь характеры персонажей, и некоторые их поступки, и моменты какие-то из их личных историй, они построены на древнегреческих мифах, но при всем при этом автор привносит очень много нового, и у нее получается развивать характер персонажей, заявленный в мифе, добавлять каких-то новых событий, каких-то новых черточек личности этого героя, и это выглядит интересно, это выглядит в чем-то свежо, оригинально и прикольно. Подводя итог, книга на 100% мелодрама, но не на 100% такая розово-ванильная, все-таки есть здесь вот эта нотка токсика, и определенно есть вот это ощущение, что некоторых персонажей просто хочется ударить сковородкой, мягко говоря, ну настолько они бесячие и неадекватные. Я не могу сказать, что я в восторге от этой истории, что она меня увлекла с головой, но я ее читаю с удовольствием, и мне пока все еще интересно, к чему дело идет, тут есть какие-то тайны, какие-то загадки, которые постепенно по чуть-чуть, по чуть-чуть раскрываются. Я уже прочитала 4 вот таких томов, 100 с небольшим глав, а всего сейчас в доступе 250 с чем-то, то есть это действительно большая история, которая постепенно начинает углубляться различными второстепенными персонажами, богами, нимфами и так далее. Следить за этим достаточно интересно, но это опять же такое супер расслабляющее, легкое чтение, не претендующее ни на что вообще, но если вдруг вы такое любите, может быть соскучились по каким-либо комиксам, то советую. Ну и вообще, кстати, это был мой первый опыт прочтения вебтуна, именно в электронном формате, когда ты сидишь и листаешь, листаешь, листаешь эту бесконечную длинную картинку, это прикольно, мне понравилось. Вот такое, как мне кажется, очень удачное прочитанное у меня получилось, а вы в комментариях расскажите, что взяли на карандаш или что вы читали в последнее время и что хотите порекомендовать мне. Скоро мы с вами уже увидимся, будет еще много интересных роликов и всем пока!